Меня зовут Дарья Семенова, я директор студио QuickSound, недавно созданный. Мы сделали сервис по звуку, музыке, голосам, с большими базами, для того, чтобы это было интересно людям, которые хотят качественный звук в своей игре. Основной фокус здесь состоит в том, что наш сервис, он умеет составлять задания за своего клиента. Это очень важно, потому что, как правило, когда к нам приходят разработчики, они не очень хорошо понимают, какой именно звук он нужен для их игры. Поэтому мы решили, что можно научить сайт объяснять эту задачу. И сделали такой проект. Сейчас он только-только стартовал, мы сейчас смотрим на потребности людей, смотрим, как они сами хотели бы видеть такой сервис, какие задачи он должен выполнять. И потихонечку начинаем работать. Так, в общем, со звуком я работаю около шести лет. Саунд-дизайн — это очень интересная специальность. По сути, ты проводишь большую часть времени либо на студии за записью эквалайзером, либо с микрофоном, когда ты записываешь треки, либо ты проводишь за биди клавиатуры, создавая... На самом деле, создавая потрясающие вещи, потому что из звука можно сделать все, что нужно. Итак, когда-то это доходит до записи живых инструментов, оркестра, голосов. Очень интересная специальность, очень интересная задача. Как стать саунд-дизайнером? Стать саунд-дизайнером на самом деле не очень сложно, но для этого нужно знать, любить, очень любить музыку. Соответственно, в ней разбираться и хотя бы вот музыкальное образование. Большинство детей когда-то ходят в музыкальную школу. Не всем это нравится. Но если вы действительно прирожденный музыкант, то саунд-дизайн — это ваше. Это действительно очень-очень здорово, и это очень большая потребность в игровой индустрии. Я это точно знаю, потому что мы это делаем. А какие программы у нас нужны? У нас есть программы, которые у нас являются стандартным обеспечением. Это Cubase, это FL Studio, это Reaper, это... Ну, хотя бы из пакета Adobe есть замечательная программа для монтажных студий, например, которую можно обработать. Adobe Audition, которым пользуются фактически все для обработки. Примерно больше для видео. Но там тоже можно работать. Вообще, FL Studio, простонародье Fruits, либо Cubase — это более профессиональная программа, которая поддерживает нити-клавиатура. В принципе, в любой из них вы можете попробовать себя как саунд-дизайнер или компасистер. И что бы вы желали юным разработчикам, саундмейкерам? Юным разработчикам и саундмейкерам? На самом деле всего двух вещей — вдохновения и терпения. Они понадобятся. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok